Это подкаст Сингенты. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами снова Светлана Спеглазова, технический эксперт по картофелю. Мы продолжаем нашу серию подкастов о болезнях картофеля. В прошлый раз мы поговорили о фитофторозе, как о вредном организме, откуда он берется и что он из себя представляет. Теперь давайте поговорим, как от него защищаться, как с ним бороться и как не видеть его на своих полях никогда. Итак, мы построим нашу беседу немножко нетрадиционно, не просто реклама или рассказ о последовательности обработок, а именно рассмотрим с точки зрения рисков возникновения болезни и решений для нивелирования этих рисков. Итак, в прошлый раз мы обозначили риск номер один – первичные источники инфекции, откуда болезнь берется, откуда она распространяется. И это действительно путь для снижения прямо инфекционного начала, потому что иногда болезнь легче предотвратить, чем ее вылечить. Откуда же берется фитофтороз? Мы уже обсудили, что основными источниками являются семенной материал, почва, особенно если отсутствовал севооборот и сажали картофель по картофелю, и те самые отбракованные клубни, которые производитель сложил возле хранилища, вывез на поля и которые продолжают оставаться источником инфекции. Собственно, решение тут простое. Если это касается семенного материала и вы не уверены в его качестве, лучше всего сдать его в аккредитованную лабораторию и проверить на содержание фитофтороза. При этом вы будете уверены, что у вас чистый семенной материал, и если фитофтор возникнет, то точно не от ваших семян. Проверить почву гораздо сложнее, но здесь можно изучить историю поля, особенно если вы сажали картофель по картофелю, риск обязательно существует. Хорошим индикатором как фитофторы, так и многих других болезней является падалица картофеля. Вы проводите обработки, вы обрабатываете семенной материал, но падалица остается необработанной, и если на ней появляется фитофтороз, он взялся только с вашего поля и ниоткуда больше. Поэтому это может служить индикатором и говорить о том, что обработки на этом поле должны быть проведены согласно всем регламентам, и расслабляться точно не стоит. Как можно остановить еще фитофтору, которая возникла из вот этих самых первичных источников инфекции? Если это касается семян, семенного материала картофеля, то существуют препараты, которые могут погасить развитие фитофтороза прямо на начальных этапах формирования растений картофеля. У компании Сингента есть препарат Юниформ, который содержит мифиноксам, самое эффективное вещество против фитофторы, и при внесении в борозду при посадке он убивает инфекцию на стадии ее прорастания. Это хороший способ сдержать развитие фитофтороза и не допустить первичных источников инфекции. Если же обработка проводилась другим препаратом, существует практика применения фунгицида, как правило, контактного, в фазу полных всходов растений. Когда на растениях как раз могут возникнуть первичные источники инфекции, их нужно погасить и не дать распространиться по полю. Следующие риски. Правильная выстроенная стратегия в период вегетации. То есть обработки необходимо запланировать заранее, потому что когда у вас в поле начинается пожар, фигурально выражаясь, то есть возникает инфекция фитофтороза, она распространяется с очень большой скоростью. У фитофторы очень короткий период вегетации, от 4 до 6 дней. То есть от момента заражения до момента появления симптомов на растениях проходит совсем немного времени. Если объемы достаточно большие, поля достаточно масштабные, ну поверьте, тысячу гектаров сзади не обработать. В общем-то даже 300 не обработать. Поэтому схему нужно составить заранее и распланировать фунгициды по периоду вегетации таким образом, чтобы это совпадало с их свойствами и с фазами развития растений, ну и, конечно, с фазами появления болезни. Мы не можем заранее предсказать, что болезнь существует на поле, но риски в виде зараженного семенного материала или отсутствия сева оборота уже заставляют нас планировать фунгицидные обработки прямо с полных всходов. При этом расставлять фунгициды по вегетации необходимо в соответствии с их функциональными свойствами. То есть есть периоды растений, когда растение растет медленно, это начало и конец вегетации. Есть периоды, когда растение увеличивается очень быстро, это фазы активного роста. Соответственно, фунгициды в этот момент должны передвигаться по растению и защищать не только обработанные части, но и новый прирост. Описание фунгицидов есть на сайте любой компании, их производящей, и расставлять их по вегетации нужно в соответствии именно с их функциональными свойствами. Риск третий. Погода может быть непредсказуемой. Мы запланировали обработки с интервалами 10-12 дней, но у нас опасность дождей. Любой производитель знает, что в поле в это время техника выйти практически не может. Поэтому что нужно сделать? Если предполагается период плохой погоды, необходимо поставить в обработку фунгициды с устойчивостью к смыванию и с длительным действием. Ну, например, поставить не контактный фунгицид, у которого период действия 7-10 дней, а фунгицид системного действия, у которого период действия 10-14 дней. Это сбережет поле от защиты фитофторы, а агронома от потери нервной системы. Риск четвертый. Достаточно важное мероприятие, но на которое, к сожалению, многие не обращают достаточного внимания. Риск снижения чувствительности патогена к фунгицидам. Короче говоря, вероятность возникновения резистентности у вредного объекта. Есть такая международная организация, называется ФРАК, ну, на русский переводится как Комитет по изучению резистентности к фунгицидам, которая в своих исследованиях и в своих рекомендациях прописывает, как должны применяться фунгициды в период вегетации. Не просто в соответствии с фазами растений, не просто в соответствии с их системностью или контактностью, а и в том, что должны чередоваться действующие вещества, принадлежащие к разным классам. У микроорганизмов устойчивость периодически возникает, если применять одно и то же ДВ, то есть одним и тем же действием на клетку патогена. Но если чередовать такие препараты, то вряд ли какой-нибудь патоген сможет к этому приспособиться и сформировать устойчивость. В популяции патогена всегда существуют штаммы, потенциально устойчивые к какому-либо действующему веществу. Но мультиустойчивость, ну ни одного патогена пока не описана в достаточной мере. Поэтому если в системе защиты мы ставим в чередовании действующие вещества из разных классов или применяем фунгициды, в состав которых входят два действующих вещества против одного вредного объекта, но из разных групп, то тем самым мы соблюдаем антирезистентную стратегию и не допускаем появления на поле этих самых резистентных форм. Это важно, это следует запомнить, и любая компания, которая рекомендует систему защиты, обязательно прописывает антирезистентную стратегию как одно из основных мероприятий по борьбе с фитофторозом картофеля. Итак, давайте подытожим риски и решение кратко. Семенной материал должен быть проверен, и в крайнем случае мы предусматриваем защиту от фитофтороза уже на стадии посадки. Другие источники инфекции. Не создавайте их. Старайтесь все-таки соблюдать севооборот, не допускать картофель по картофелю. Не выбрасывайте семенной картофель, а утилизируйте его так, как положено, чтобы не создавать источников инфекции. План обработок нужно составлять в соответствии с фазами развития растений, свойствами препаратов и соблюдением антирезистентной стратегии. Прогноз погоды. Сейчас многие хозяйства переходят на цифровые технологии, которые позволяют спрогнозировать с высокой долей вероятности выпадение осадков или наступление каких-либо стрессовых периодов для растений. Составьте план обработок таким образом, чтобы на эти периоды приходились фунгициды с наиболее длительным действием и надежной эффективной защитой. Таким образом должна строиться стратегия защиты от фитофтороза. В принципе, это распространяется и на другие болезни, о которых мы поговорим позже. А пока всем большое спасибо за внимание. С вами была Светлана Спеглазова, технический эксперт по картофелю. В следующем выпуске мы поговорим о такой интересной болезни картофеля, как альтернариоз. До свидания.